всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу сделать расклад который мне предложила таня сидорова называется он как вы видели да что я могу сделать для себя в этом воплощении идея этого расклада развилась в контексте диалога до в комментариях когда татьяна спрашивала что она может сделать для своего рода и я ответила том что если быть максимально откровенной я не владею информации вообще никакой касательно рода у меня нет этого понятия я не знаю что это такое а когда я чего-то не знаю я с этим в принципе и ну не работаю либо если мне станет какой-то момент это интересно я буду изучать эту тему да и тогда я буду ну условно говоря компетентной для того чтобы посмотреть расклады потому что в очередной раз скажу я не отношусь к той категории людей которые просто где-то что-то услышали и перенимают для себя как-то вот в своем обиходе используя слова смысл которых не понимаю особенно если мы говорим о таких высокопарных словах так как рот и так далее вот поэтому у меня есть такое мнение да если можно сказать моя такая точка зрения я которая говорит о том что прежде чем вообще разбираться вот в таких более глобальных масштабных вопросов да как рот и и так далее и так далее желательно бы разобраться в себе то есть вот у меня по крайней мере стоит задача разобраться в себе то есть прежде чем кому-то что-то делать кого-то помогать кого-то обучать нужно разобраться в себе на это краски и направлен мой канал до канал самопознания то есть важно сначала понять себя разобраться с собой ответить на бесконечный вопрос кто я на которого нету ответа и только после того как нам все станет понятно самим собой уже лезть вот в такие дебри уже касается на там рода чистки и и так далее заниматься вот поэтому я с помощью татьяны да мы перевернули вопросы с рода непосредственно на себя и мне кажется это будет намного интереснее я не буду делать глубокий вопрос глубокий расклад такой три вопроса мы отметили с ней и вот и давайте мы посмотрим смотреть будем на колоде небо и земля и на колоде идти три позиции 1 2 3 голубой красный зеленый камешек буквально мне три секунды на то чтобы настроиться и мы посмотрим что мы можем сделать для себя в этом воплощении потом посмотрим что мы ожидали я не использую слова тушь а почему потому что тогда получается какое-то вот разделение до разделение личности а поскольку душа это есть я то использую именно слова я вот для того чтобы не было вот этого дробления чтобы мы научились ощущать себя целостными так мне кажется достаточно и так позиция номер один голубенький камешек и давайте разбираться что я могу сделать для себя в этом воплощении именно я я как я вкладывайте туда смысл какой угодно душа дух все что можете как можете себя назвать это вы едины так что я могу сделать для себя в этом воплощении первая карта о которой выпадает сразу говорит об исцелении об исцелении об исцелении ком исцелении здесь идет речь вот знаете обычно единички у меня всегда выходят люди с энергетикой такой направленный как раз таки на самопознание и любое развитие то что помогает им понять и осознать себя вот очень их характеризует и редко когда значит если выбирать по приоритетам по сферам да то в принципе у единичек на первом месте скорее всего реализации себя а вот именно личная жизнь она как-то идет на второй план ну по крайней мере расклады это показывали если вы периодически выбираете эти позиции то так оно и есть так вот на данный момент как не кажется странным возможно для кого-то исцеление должно произойти именно внутри себя через принятие принятие не не своей противоположности а вот знаете как будто бы принять абсолютно всех своих частей и очень важный такой аспект как вы оставляете это вот ваша личная жизнь то есть вы можете быть действительно мудрым человеком опытным знающим ведущим но человеком я бы сказала с такой сложной судьбой что касается личных взаимоотношений то есть может сложиться такое впечатление что у вас во всех сферах все хорошо а вот в личной какое-то неудовлетворение все равно присутствует и что вы можете сделать для себя это вот как раз таки найти баланс внутренний баланс именно в контексте взаимоотношений с противоположным полом здесь такое ощущение что вот вроде бы вот все остальное вы как-то подтянули а отношения они они не то чтобы хромают а но нету вот той удовлетворенности нету того той гармонии того баланса который был бы необходим видимо здесь у меня знаете энергия такая идет немножко усталости усталости я устала работать либо устала работать в этой сфере и поэтому я отложил здесь как будто бы такое знаете не знаю временное это либо вообще ощущение принятия ситуации что вот ну не сложил значит не сложилось да все ну то есть жизнь продолжается я могу жить прекрасно а внутри где-то все равно нету гармонии нету этой любви нету полной чаши то есть вот такое ощущение что если бы вас спросили что вам не хватает для полного счастья вы бы сказали немножко выровнять именно вот эту вот любовную сферу что вы еще можете сделать для себя в этом воплощении ну во первых найти баланс вы знаете достаточно карта говорит с одной стороны быть терпеливыми а с другой стороны вы и так уже достаточно терпеливый человек и иногда это может переходить даже в перекос в контексте того что ну просто оставляете ну ладно пусть будет так то есть если я не могу как-то повлиять на ситуацию ничего не могу сделать вот вы как будто бы вам легче отказаться не потому что вы слабохарактерны а потому что видимо было очень много попыток мне здесь показывают что вот вы пробовали пробовали и это как-то не увенчалось тем успехом которым должно было быть но у меня здесь ощущение того что вот именно через эту сферу вас как-то обучают не через профессиональную не через финансовую не через здоровье а именно через межличностные какие-то отношения но вы подустали здесь вот усталость моральная она не физическая она моральное такое ощущение что долгое время как будто бы бились стеной головой об стену и и просто устали да и вот как-то руки опустились и ну уже не так интересно что ли уже не так важно не так значимо и здесь есть разочарование да в какой-то степени вы даже где-то подразочаровались вот вообще вообще по жизни есть какое-то немножко разочарование вот это усталость чувствуется но то что вы можете сделать это вот на данный момент в вашем случае только осознать осознать что все вот эти вот уроки которые были да через какие разочарования которые вы прошли причем мне здесь немножко как-то знаете ну чуждо говорить об этом потому что вы и так это знаете да здесь такое ощущение как будто я вам подтверждаю что все вот эти вот сложности трудности которые вас были это были ваши уроки и у меня идет энергетическая такое знаете такой отклик как будто бы блин да я и так знаю ну просто меня уже задолбали эти уроки дай я я уже не хочу как будто бы ничему и не обучаться уже просто оставьте меня я уже ну не будет часть Ori immigrants он здесь вот такая энергетика идет вы действительно очень много работали над собой очень много трудились и работа ли со своими страхами да здесь вы не с другими работаете не с другими людьми вы работаете собой здесь даже не требования а вы как-то вот может быть последнее время может быть на данный момент а мы всегда считываем в разрезе здесь и сейчас вот ваша энергетика говорит о том что очень много работали с синевыми аспектами очень много работали со своими страхами как-то знаете борьба была в каких-то моментах такая достаточно серьезная я имею ввиду со страхами да то есть вы скрывали в себе какие-то такие глубинные страхи которые хочется сказать что вас самих это пугало то есть ну как это вот во мне это все было где это все жило да почему то есть здесь вот даже иной раз и непонимание поэтому отвечая на вопрос что я могу сделать для себя в этом воплощении это во-первых осознание а во-вторых исцеление то есть вот от всего этого здесь как будто бы знаете это воплощение дано для того чтобы вы развязали какие-то узлы да и я я вас очень понимаю в контексте вот именно энергетика который я сейчас ощущаю вот из к который исходит из карты то есть как будто бы знаете вот вам дали выбор без выбора да что вот в этой жизни да у тебя будет вот раз да ты четыре персонажа в твоей жизни и твоя задача развязать узлы чтобы вот выйти из этих каких-то повторных сценариев из воплощения воплощение да когда вы проигрываете с одними и те же мы людьми аналогичные да сценарии либо вы обижаете либо вас обижают ли вы обижаете либо вас обижает вот здесь вот такое ощущение что вот как будто бы вот это вот воплощение она подготовительное для следующего что вот вы работаете работать в этом и по площади а вот следующим будете как будто бы пожинать плоды ну то есть такое счастливый размеренный жизни именно в любовном аспекте и И вот здесь вот у меня такое возникает ощущение, что иногда после того, как я вам это проговорила, может возникнуть такое чувство, что, блин, это значит, получается, я в этой жизни должен все время пахать, чтобы следующее как-то отдыхать. Ну, то есть какая-то, вы знаете, разочарование, что ли, обида. Почему? Потому что действительно вам кажется, что силы уже истощены, что вы уже как будто бы на силе воли держится все ваше состояние, вся вот эта вот ваша конструкция, некая такая усталость. Да, уже это вот, когда бежите марафон, и там вот осталось, я не знаю, 500 метров, к примеру, да, и вот вы уже видите финишное прямое, и уже сил нет, и ты уже думаешь, блин, да ладно с этой, да не добегу, и ладно уже, уже просто не могу, да, уже даже и ползти не могу. Вот здесь вот такое вот состояние мне описывается. Поэтому в этом воплощении вы можете развязать свои узлы, я бы так сказала, да, с вашими партнерами. Именно исцелить. Исцелить, и потому что у вас колоссальный ресурс энергетический, да, у вас есть энергия притяжения, очень мощная, сильная энергия притяжения, сила воли. То есть вы достаточно такой сильный не физический человек, а сильный духом человек. И поэтому вот эта вот сила, она вам дана как раз-таки, потому что вы справитесь с этим уроком, да, потому что вы здесь вот как будто бы такие, знаете, долгосрочные, может быть, отношения, может быть, повторные ситуации. И поэтому они вас изматывают. Но ресурсов вам на это хватает. Так, идем дальше. Что вы отжидали от себя, вот от этого воплощения, прежде чем воплостились? То есть вот какие ожидания были, какие планы были? Боже, ваша эта тяжесть. Такое, знаете, такое ощущение, что хочется какой-то легкость выйти из, выйти из своего тела. Ну, вот это вот ограничение, да, она как гнет, тянет, тянет вниз. Такое какое-то ощущение. Что вы ожидали от себя? Да, прежде чем вы полотились. Две карты выпало дополнительное место. Так, перевернутые. Ага, три. Так, что вы ожидали от себя? Ну, во-первых, вы знали, что вы справитесь. Сто процентов, потому что выпала мужская энергия, янь. Это сила, это мощь, это огромный, огромный ресурс, потенциал энергетический. Вы знаете, вот если вам сейчас на данный момент кажется, что вы уже истощены и нету сил, поверьте, это еще не предел. Это примерно половина того, что у вас есть, чем вы владеете. То есть после этого может открыться и второе, и третье, и десятое дыхание. А вам может казаться, что вот только этим я и владею, да, больше у меня ничего нет. У вас было ожидание, что вы справитесь, да, поэтому у вас была сила. Дальше. Что вы ожидали? Что вы осознаете, наконец-таки, а, она вот так идет, да, уроки двойственности. Что вот вы пройдете именно эти уроки и исцелитесь. То, что я сказала, да, в контексте того, что, ну, во-первых, вы поймете, как устроен этот мир, да, двойственности. Что если с вами в этом воплощении что-то произошло, возможно, с этим человеком что-то вы посеяли в прошлых воплощениях, да. А сейчас пожинаете. И вот ваша задача как раз-таки через понимание дуальности, через понимание того, вот это вот причинно-следственной связи, что посеешь, что и пожнешь. Вы изучали все эти законы, и поэтому именно ваши отношения, они были очень сложные. У кого-то, может, были действительно серьезные абьюзерские отношения, да, но они были даны именно в этом воплощении, потому что вы сможете, да, вы справитесь. То есть у вас хватает и знаний, у вас хватает и силы, то есть сначала вы изучали мир в контексте именно того, как он устроен, а потом вам дали как раз-таки вот эти вот уроки, чтобы вы их, ну, вы с ними справились. То есть все, что связано с двойственностью, да, здесь должно произойти исцеление. Поэтому сначала вас раскачивали, например, на качелях в плюс, потом вас раскачивали в такой же степени, в минус, для того, чтобы вы нашли золотую середину. И это и будет как раз-таки развязка ваших отношений. Например, если в прошлых воплощениях вы, возможно, кого-то предавали, да, то в этом воплощении у вас в отношениях будет предательство по отношению к вам. И ваша задача не обидеться на этого человека, то есть не поступить так же, как вы поступали уже в прошлых воплощениях, а найти какой-то новый способ, да. То есть не уходить ни в плюс, ни в минус, то есть не уходить в полярность, а найти какую-то золотую середину, да, поступить. Иначе, ну, допустим, как мы говорим, да, осознать этот урок, поблагодарить, вынести всевозможные выводы, да, которые реально из данной ситуации, изменить себя и пойти. Вот это вот я называю развязкой ситуации. И вам как раз-таки, у вас было ожидание, что вы это поймете, да, что вы поймете, что мир дуален, что все то зло, которое вы, с которым вы встречаетесь, оно не случайно. Ваша задача не упасть ниже, да, и превратиться в то же самое зло, а наоборот возвыситься над этим, стать светлее, поднять свои вибрации. Через, еще раз скажу, через осознание, сил вам хватает. Итак, дальше, что еще вы ожидали от себя? Во-первых, ожидание того, что вам помогут. Вам помогут, вы должны научиться работать, знаете, как-то вот в сотрудничестве, да, сообща. Вот ваши уроки, я сказала, о партнерстве, они могут быть как раз-таки и с вашими партнерами. То есть сложные задачи, я не имею в виду, то есть если вы женщина, что это будет именно брак, отношение с мужчиной. А это может быть в сотрудничестве, там тоже могут быть с противоположным полом, да, как вариант. То есть если вы женщина с мужчиной, если вы мужчина с женщинами. Здесь нужно научиться, вы одиночка, вы интроверт, ну, закрытый человек. Вам сложно просить себя помощи, вам сложно делегировать какие-то ситуации. Вы все привыкли делать сами, у вас высокий порог ответственности. Особенно если мы говорим о профессиональной сфере. И вот один из ваших уроков как раз-таки понять и осознать урок сотрудничества, взаимодействия с другими людьми. Не разочи, у вас было очень и либо будет, либо есть, не знаю, по времени не могу сказать, потому что все временные отрезки находятся только в моменте здесь и сейчас, да. Поэтому вопрос вот сотрудничества, он актуален и отсюда у вас много разочарования. То есть здесь происходит какое-то некое взросление у вас, да. Возросление вашей души, именно понимание, понимание того, что, возможно, как-то какая-то вот несостыковка была, да. С одной стороны, вы хотели, чтобы все было как-то легко, да, в вашей жизни, все просто. И вот ваше отношение вообще ко всем ситуациям, оно было как где-то в каких-то моментах легкомысленно. И вот вы, ваша задача была разочароваться в этом и понять, что, опять-таки, вот этот вот закон единства всего со всеми, да. Что то, что вы закрываетесь и идете в уединение, это вам не на плюс. Это вам даже в минус, потому что проявляется здесь теневой аспект эгоизма, когда вы себя либо возвышаете, либо занижаете, да, по отношению, через оценку по отношению к другим людям и выстраиваете вот какую-то стену. Потому что вот мне здесь идет вот это вот уединение отшельничества, мне хорошо с самим собой, да. Конечно же, я понимаю, что здесь идет усталость моральная очень сильная, но не нужно отдаляться, да. То есть это еще один урок, это коммуникация в совмедействии с другими людьми, сотрудничество, не уходить в отдаление. Дальше, сила. Та сила, которая у вас есть, тот потенциал, о котором я говорила, у вас было ожидание, что вы проработаете один из своих темных аспектов. Это ненависть, когда она превращается в агрессию, поскольку дан потенциал и сила дана. И вот эта вот агрессия, она на самом деле благодетель с одной стороны, а с другой стороны это и порог. То есть благодетель, когда ты вот агрессию направляешь на то, чтобы отрубать как раз-таки вот эти вот все синевые аспекты, да. То есть бороться с тем, что внутри себя, не с другими людьми, с тем, что тебя отделяет от света, отделяет от единства, да, с Творцом. Но и порог является, когда ты эту агрессию направляешь не на то, чтобы объединиться с Творцом, а когда ты ее отправляешь по отношению к другим людям. Тогда она становится порогом. И вот здесь у вас огромные вот эти вот страхи, да, которые у вас были. Здесь есть мощь такая сильная, и вот то, что вы прорабатывали, да, вы вскрывали еще больше потенциала внутри себя, еще больше силы, еще больше энергии в себе вскрывали. И вот ненависть здесь, нужно этот урок, опять-таки в контексте, допустим, взаимоотношений, да, не ненавидеть своего партнера, а развязать этот узел таким образом, чтобы у вас был прилив энергии, который вы в дальнейшем можете реализовать как-то созидательно, да, на создание, творение чего-то. То есть каким образом, особенно если серьезные, еще раз повторюсь, скажу, абьюзерские такие отношения, не ненавидеть человека, а понять, какую роль он играет, какой урок он вам преподносит. И начать вот здесь вот задача перевернуть ненависть в любовь, да, то есть, опять-таки, вот эта вот полярность, увидеть в ненависти любовь, да, то, что мы говорим, любовь и ненависть, один шаг друг от друга. То есть не уходить в минус, потому что здесь ваша сила, она действительно разрушительная может быть, да, то есть когда вы залитесь, вы можете в горячих сказать то, о чем вы пожалеете в дальнейшем, потому что ваша сила может материализоваться, да, ваши слова, ваши мысли, и вы потом пожалеете, то есть вам потом это же бумерангом и придет. И вот здесь вот вас обучают как раз-таки уметь владеть своими вот этими эмоциями. Эмоция здесь, эмоция агрессия, она вот подавленная у вас с детства, я не знаю, может быть, это как-то связано еще и с прошлым воплощением, здесь нужно разбираться. Но у меня вышла карта, которая говорит о ненависти, то есть здесь прорабатываем вот сердечную чакру, здесь очень много блоков, очень много эмоций, невыраженных, невысказанных, вот, и отсюда как раз-таки, вот как только вы проработаете четвертую чакру, если кто-то с этим работает, у вас сразу наладится связь с Высшим Я, если вам это важно, да, вот если кто-то хочет наладить канал, не с седьмой чакрой, а с четвертой вам надо поработать, вот, потому почему, потому что вот в этой колоде здесь еще и чакры отрисованы, то есть такие у вас были ожидания, ну, такой, знаете, достаточно мощный потенциал, да, вот вы верили в себя, потому что вы знали, вы знали, что вы с этим справитесь. Хорошо, удалось ли вам реализовать эти ожидания? Давайте посмотрим, удалось ли вам реализовать эти ожидания. Может, какая прелесть? Какая прелесть, великие арканы. Так, что касается вашей энергетики, да, любви, удалось ли вам? Я могу сказать, что вы как будто бы либо учитесь, либо уже научились обуздать, да, обуздывать, да, если в нынешнее время, свои эмоции. То есть вы уже, по крайней мере, у вас есть это понимание, я не знаю, насколько, ну, на практике у каждого это может присутствовать, а может быть, вы только стремитесь к этому, да, люди разные смотрят. Вы, по крайней мере, умеете отбрасывать вот эмоциональный фон, который вам уже не нужен, да. То есть те эмоции, которые вам уже не нужны, вы уже можете отказаться от них. Очень сложно, но вы можете, вы можете оставлять позади то, что уже для вас не работает. Опять-таки говорю, эмоции, мысли могут возвращаться там к отношениям, к людям и так далее. Но состояние, то есть здесь такое, знаете, вот ощущение, как будто бы вы отрезаете. То есть в какой-то момент, да, вот здесь вот это вот ваше терпение, оно работает, вы ждёте, 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 терпите, потом в какой-то момент отрезали, всё, как ножом, больше я туда не возвращаюсь. Как бы больно не было. Поэтому удалось ли реализовать ожидания касательно энергии, по крайней мере, вы уже научились расчищать своё пространство, понимать, какие отношения вам нужны. У вас их нету здесь. Вот, по крайней мере, карта ещё не показывает о том, что есть вот прям те идеальные, которые вы хотите. То есть, знаете, даже если есть отношения, но внутренние, я имею в виду, нет вот этого удовлетворения, да, это не то, что вас наполняет, по крайней мере. Да, мне почему-то здесь кажется, больше энергетика таких людей достаточно, которые находятся сами собой, да. То есть даже если в вашем пространстве и есть человек, между вами есть какая-то некая дистанция, как физическая, так и моральная. Да, то есть вы к себе близко не подпускаете. Вот, поэтому удалось ли, ну, если говорить процентному отношению, то не идёт здесь от 50 до 70 процентов. Пока, по крайней мере, на теории, да, ну вот, а в практике пока ещё нет. То есть здесь такое чувство, как будто бы вы урок усвоили, а надо теперь его проверить, да, на практике, как это получится или нет. Дальше. Удалось ли вам реализовать вот это вот исцеление касательно двойственности? Здесь я могу вас поздравить и сказать, что да, урок здесь усвоен. Вы уже понимаете, да, как работает мир, вот двойственности вы уже можете лавировать. Вот это вот меня очень радует. Почему? Потому что вы, ну, здесь как будто бы, да, какой-то вот хранитель, защитник есть, когда вы отклоняетесь в одну или в другую сторону, да, всё время что-то вас выводит в правильное русло, да. Осознаёте вы это или нет, то есть вот какая-то вот, я не знаю, программа, какой-то защитник, вот что-то вас оберегает и выводит вот именно в правильное русло. Когда вас заносит где-то на поворотах, всегда что-то происходит, что выравнивается. Будем надеяться, что это всё-таки вы делаете это осознанно. Если нет, то здесь вот что-то вас так оберегает. Дальше. Удалось ли вам реализовать ожидания касательно вот сотрудничества? Здесь вы находитесь только в познаниях, да. Здесь тайна, здесь тишина, вам ещё пока непонятно. Возможно, ещё не хватает каких-то знаний, возможно, не хватает какой-то осознанности в контексте того, как же мне взаимодействовать с людьми. То есть вот здесь вот сотрудничество, оно не только там в компании, в какой-то вообще при взаимодействии, коммуникации с другими людьми. Очень много разочарования, очень много. Здесь вот вы, так скажем, находитесь на этапе познания, да. Здесь ещё не про практику, а здесь ещё про изучение. И вот то, что касается вашей силы и страхов, то, что мы говорили о ненависти, да, то здесь вот прям я не могу сказать стопроцентно, что вы вот прям осознали, у вас это всё получилось, и здесь наоборот мне выходит. Такое ощущение, знаете, как будто бы энергия, она не то, что вы обуздали ненависть, а вы как будто бы… У меня показывают здесь какой-то дополнительный ресурс, поток. Он стал более качественный, чистый. Может быть, очистились как-то, да. Ну, то есть, как бы так сказать, вот у ненависти, да, у злости, агрессии – это всё-таки энергия. Чем она заряжена, да, там плюс-минус – это второй вопрос. Но на самом деле это всё-таки потенциал, это всё-таки энергия. И вот в вашем случае мне здесь показывают, что эта энергия, она стала ещё мощнее, она стала ещё ярче, она стала ещё сильнее. Но я не могу сказать, что вот она заряжена прям в минусе. Здесь как будто бы такое, знаете, вот ощущение, всё будет зависеть от вашего настроения. Если вы сможете включиться осознанно, то да, тогда это вот прям… Вы сможете справиться со страхами, вы можете вот прям на этой энергии созидательной что-то выстроить, направить её в правильное русло. Но если вы в тот момент окажетесь в плохом настроении, то, мама, не горюй, да, кому-то не повезёт здорово. Поэтому здесь всё-таки вот у меня такое ощущение, что зависит от вашего настроения. Но Король Жезлов у нас всегда говорит о огромном мощном потенциале. Да, это человек-лидер, который ведёт за собой, человек, который умеет коммуницировать. Это очень светлый, очень яркий человек, харизматичный. И у вас эта харизма присутствует, вот эти вот лидерские качества, подвижность, огненность, взрывоопасная какая-то вот, какой-то вот темперамент. Я говорю, здесь вот от настроения зависит. Здесь не от осознанности, а именно от вашего настроения. Вот такая вот у меня была первая позиция. Жду ваших комментариев. Я не хотела углубяться ещё больше. Хотя, мне кажется, тема уроков и задач души, она может быть бесконечной. Да, можно смотреть каждый раз что-то по-новому. Итак, вторая позиция. Двоечки, красный камешек. Что я могу сделать для себя в этом воплощении? А вы можете всё. Вот вы можете всё. Хочется так сказать. Что я могу сделать в этом воплощении? Вы можете реализовывать любую свою задумку. Вы можете... У вас есть все способности, у вас есть все навыки. Как, я не знаю, что-то с двойками у меня в последнее время происходит. Такое очень интересное, очень глобальное переменное. Энергетика ваша сменилась полностью, полностью. Действительно, кто-то работает. Вот иногда мы говорим, как понять, есть ли результат работы. Вот у вас энергия полностью изменилась. То есть, если она была водная, она здесь стала... Ну вот на данный момент из этих карт я могу сказать, что она стала такая огненная, подвижная, живая. Что вы можете сделать в этом воплощении? Ну, во-первых, вы можете стать проводником. Вы можете передавать необходимую информацию. Здесь кто-то из вас может работать непосредственно психологом. Либо любые профессии, связанные с состоянием души, с пониманием именно состояния души. Также здесь могут проходить, например, тренера, коучи. Люди, которые умеют обучать. Люди, которые знают и умеют сказать, как. Здесь хочется сказать, здесь у меня могут проходить как-то вот адвокаты. Люди-защитники. То есть, не судьи, а те, которые защищающая сторона. Здесь также могут проходить люди, которые владеют словом, как письменным, так и устным. То есть, вы можете писать стихи, вы можете писать красиво эссе, можете работать копирайтерами. То есть, здесь человек, слово. Здесь человек, который может преображать свое пространство. Здесь, это то, что вы умеете. То есть, делаете вы это или нет, это второй вопрос. То, что вы умеете. Здесь вы умеете строить, умеете работать в команде. Вы можете быть как хорошим исполнителем, так и человеком, который может подавать какие-то идеи. Вы также можете быть человек-праздник. Создавать уют, создавать комфорт, создавать теплоту. Что еще вы можете? Вы можете оттачивать свои навыки, свои качества. Можете получать результаты своих трудов. Но здесь даже я бы сказала, если это о финансах, то не такие большие, крупные суммы. Вам важно творить, создавать. Вот вы творец, вы волшебник. Вы можете придумать. Вы можете создавать для себя какие-то миры, галактики. Вы можете в них проживать. Вы знаете как. Вы можете реализовывать свои желания. По крайней мере, как минимум. Это то, что у вас должно проходить на ура. Это то, что вы можете сделать для себя в этом воплощении. Что вы ожидали от себя, прежде чем воплотитесь касательно этого? Что вы ожидали? Какие у вас были ожидания? Прямая, прямая. Окей, все три прямые. Аскетизм, провал ожидания и самодостаточность. Окей, понятно. Значит, что вы ожидали? Касательно уюта, комфорта, вы ожидали, что в этой жизни вы научитесь. То есть вы придете к этому своему комфорту, как раз таки, да, удобству, к празднику через аскетизм. Возможно, в вашей жизни были какие-то периоды. Возможно, сейчас есть какие-то периоды. Уроки, может быть, связаны именно с лишением. С лишением какой-то стабильности, с лишением комфорта. Здесь кто-то мог лишиться недвижимости. Как будто бы у вас забирает. То есть вот здесь вот аскетизм. У вас может быть привязанность именно к этому, не к материальному, а к тому, что дает вам какую-то стабильность. И поэтому здесь урок заключался в том, что вас будут лишать этого всего, чтобы вы не привязывались. И в конечном итоге вы должны это иметь. То есть, как бы так вам объяснить. То есть я тебя лишаю до тех пор, пока ты перестанешь привязываться. То есть вот когда ты научишься жить в аскетизме, когда ты поймешь, что твоя задача быть творцом. Создавать то, что ты хочешь. То есть не привязываться к тому, что кто-то тебе что-то даст, а именно самому создавать. Вот здесь вот вопрос привязок и зависимости, он у вас очень-очень важен. Причем какой-то вот такой легкости, чтобы это было легко, чтобы это было просто, доступно. Здесь не про роскошь, здесь не про богатство. Идет речь, да, я не говорю о деньгах. А здесь вот именно как-то вот украшать дом, да, как-то вот может быть кто-то привязывается, да. Много разных всяких безделушек в доме имеет. Просто так для красоты. Кому-то нравится что-то такое желтое, блестящее, под золото сделано, позолоченные какие-то вещи, да. Вот вы, может быть, тот человек, который занимается реставрацией. По крайней мере, вот вам нравится брать что-то старинное и как-то вот приукрашать и притащить дом в дом вот так вот поставить. Да, может быть, кто-то наоборот и мебель, да. Берешь старую мебель уже ненужную. И вот ты ее как-то вот улучшаешь, облагораживаешь, да, и вот в дом все несешь. То есть здесь вот такое вот ощущение, что вот это вот уют, комфорт. А вам наоборот ожидания были у души, что вы научили жить в аскетизме. Почему? Вот пройти урок привязанности. Вот для чего. То есть если вы научитесь не привязываться, в конечном итоге вам дадут то, что вы хотите. Вот в чем задача была. Дальше. Следующая задача как раз таки ожидания в том, что вы научитесь урок, да, по провалу ожидания. Чтобы вы научились не ожидать ничего. Вот когда вы прекратите с одной стороны привязываться, с другой стороны что-то ожидать от кого-то, от себя, либо от ситуации, вот тогда ваше желание и будет реализовываться. Потому что эта карта выпадает на великий аркан мага. Допустим, если вы пишете какие-то тексты, да, вы хотите продать свой какой-то труд, там, словесный. Как проводник, да, к примеру, вот у вас не должно быть никаких ожиданий. Почему? Потому что каждый раз, когда у вас будет ожидание, у вас это будет провальным, вы будете разочаровываться, вы будете очень сильно переживать. То есть здесь вас как будто бы учат жить в моменте здесь и сейчас, никого и ничего не ожидая. Очень замечательно, да, прям, если вы ощущаете, что вам чего-то не хватает, это вот ваш аскетизм. Если вы ощущаете, что ваше желание не реализовывается, ты или не говоришь про то, что я могу реализовывать свои желания. Так вот причина в этом и заключается в том, что вы ожидаете, да, у вас есть эти способности. Вы можете силой мысли создавать все, что вы хотите. Вы даже можете обратить внимание, что иногда маленькие желания, просто вот подумала и отпустила, да, они быстрее реализовываются в вашей жизни, чем что-то, что вы хотите, прям вот с душой, очень сильно об этом мечтаете, думаете. И вот вы ждете, и когда, и когда, и когда, а это не происходит. Поэтому ваши ожидания будут рушиться. Так, и здесь, и здесь касательно именно создания, творения, построения, оттачивания своего мастерства, ваш урок ожидания были, да, что вы проработаете зависть. Как не прискорбно, да, слышать такое, это очень неприятно, но вот именно зависть, кажется, такая очень интересная карта пересекается, да, аскетизм и зависть. То есть я завидую, что у меня нету того, причем, что я хотел бы иметь. Почему? Потому что внутри себя-то вы чувствуете потенциал. И вот эта вот зависть может быть, да, почему этого есть, я больше работаю, я больше что-то делаю, я это не имею, а другой человек имеет. Вот здесь этот урок как раз-таки вы и будете прорабатывать. Видимо, это все-таки из прошлых воплощений, поэтому вам придется трудиться намного больше, чем кому-либо. Вам придется, вот знаете, постоянно что-то строить, постоянно вкладываться, постоянно чему-то обучаться. Часто будете находиться в позиции подмастерья, да, такое ощущение, что вот, а когда же я дойду до мастера? Причем ваш потенциал быть мастером, да, магом, волшебником, а вы находитесь только лишь в тройке, в тройке педатли. То есть до десяти там еще вам шагать и шагать много, а шагать. И поэтому периодически будет всплывать вот это вот чувство зависти. Почему у этого есть, а у меня нет. А иногда можете даже и самому себе позавидовать, да, что вот когда-то у меня это было, а сейчас нет. То есть у вас может работать и самозглаз, кстати. Вы можете сами себя огласить. Там подумали о чем-то и потеряли это. Да, это вот ваши уроки. Провал ожидания, аскетизм и зависть. Так, а удалось ли вам реализовать ваши ожидания, да, которые у вас были? Давайте посмотрим. Сразу скажу, что касается зависти, вы находитесь в трансформации. Именно сейчас. Именно в данный момент вы находитесь в той ситуации, когда у вас идут перемены. И велика вероятность, что да, вы это проработаете. Что касается именно исполнения желаний, вот провал именно ожиданий здесь, вы этот урок пока еще не прошли. Потому что выпадает луна здесь, вам еще надо будет с этим поработать. Не все понятно, не все прозрачно. Иногда ошибаетесь, либо сейчас находитесь как раз-таки вот в самый темный момент ночи, да, перед рассветом. Но это ваш путь. И здесь путь, да, который вы должны пройти. Здесь вы ходите по одному и тому же сценарию. Что это за сценарий? Здесь вы еще это не проработали. Ну вот прям выпадают великие арканы. Луна, мир и суд. Знаете, здесь вот как раз-таки суд нам и может говорить, что это ваш сценарий, и ни в одном воплощении. И вот в этом ваша задача его завершить. Да, вот это вот. Именно провал ожиданий и умение создавать и творить то, что хотите. Сейчас у вас происходят действительно серьезные трансформации. Вот то, что я сказала в самом начале, что с двойками что-то такое интересное происходит. Потому что суду никогда не выпадает просто так. Это серьезный аркан переоценки, очень глубокой, внутренней. Это перерождение. То есть когда ты полностью отказываешься от всего как раз-таки в контексте аскетизма. Начинаешь жизнь заново. Когда ты идешь больше к духовному, нежели к материальному. Но не отказываясь от материи, а именно наоборот привнося вот это вот одухотворение материи. То есть познать эту духовность, познать этот свет и вносить этот свет в материю. Не разделять, а именно приносить. А сейчас пока у вас нету. Сейчас у вас пока есть какие-то иллюзии по поводу именно ваших эмоций. Может быть отношений по поводу того, что нету сейчас сил, нету энергии, нету наполненности, нету удовлетворения эмоционального. Как-то все скучно, ваше желание не реализовывается. Кстати, вот этот вот триплет, вот эта вот серия, колонна есть, так можно сказать, она для вас очень важна. Вы должны через эти ожидания, через иллюзии прийти именно к пониманию того, что хочет ваша душа. К реализации своих собственных желаний. Здесь вот через вот это вот все, это очень важный какой-то урок для вас. Вы придете именно к вашему назначению, к вашей задаче в этом воплощении. Либо сейчас вы уже задумываетесь касательно именно реализации, не обязательно в профессиональной сфере, а вот реализации задач вашей души. Вот сейчас вы очень много об этом думаете. Вот это, скорее всего, сейчас этап, если вы еще в него не вошли, это, скорее всего, будет следующая трансформация. Здесь, что касается короля педаклей, касательно аскетизма, туда я могу сказать, что вы уже на этом пути. То есть у вас пока еще нету, вот, знаете, здесь фундамент надо выстроить заново, не привязываясь, а именно построить таким образом, да, чтобы была, условно говоря, подушка безопасности, я не имею в виду финансовая, а именно в вашей жизни. То есть покрыть какие-то вот свои потребности, самые первые, базовые, необходимые. Вот, потому что, мне кажется, это вот этап, в котором вы сейчас находитесь. Если вы не покроете, вам дальше вы не сможете выстраивать какую-то стабильность, да, и что-то новое создавать, чтобы вот этот вот уют и комфорт, да. Здесь, во-первых, вот как-то вот этот столбец у меня, он говорит почему-то о недвижимости, о доме. Возможно, для кого-то, если вы, допустим, расстались, был развод, остались без квартиры, либо кто-то хочет продать как-то, либо хочет как-то эту недвижимость. Здесь, в общем, что-то связано с землей, что-то связано с домом, с квартирой, с местом проживания. То ли вы снимаете, хотите купить, то ли вы мечтаете просто купить, то ли у вас отняли, и вы остались без дома, без жилья. Но вот здесь вот что-то такое, то есть вот это вы тоже будете прорабатывать и должны прийти к тому, что у вас должна быть стабильность, у вас должно быть какое-то вот постоянное жилье. Я не думаю, что это будет аренда, но не факт, да, много людей смотрят. Но вы должны, по крайней мере, внутри себя почувствовать, даже если отсутствие беспокойства, то есть безопасность. Даже если вы снимаете, вы должны в конечном итоге найти вот такую квартиру, либо проживать в таком месте, где вам было бы безопасно, чтобы не было вот этого чувства, что я могу лишиться в любой момент, да, и остаться без жилья. Да, ну вот в башне выпадает разрушение и дьявол. Вот я сказала, да, про привязки вот здесь, и у меня сразу выпадает и дьявол, сразу выпадает и башня. Здесь нужно разрушить всевозможные привязки. Вот когда вы перестанете держаться и бояться, что вот мне не хватит, я не выживу, я не смогу, мне не хватает денег, мне не хватает там, я не знаю, базового какого-то аспекта, на еду не хватает, да, как-то выспаться, да, все время я в напряге, все время в каком-то стрессе. Вот пока вы это все не проработаете, здесь очень сильные страхи, очень сильные страхи, вы не сможете. То есть, ну, сейчас я могу сказать, к чему вы должны прийти, я озвучила в самом начале, но вы сейчас вот прям, так сказать, в разгаре своей работы. Вот здесь работа кипит, здесь работа вот как будто бы она посередине, да, здесь еще до завершения, ну, долгие. Здесь я бы сказала ближе, что вы уже вступили на этот путь и немножко прошли. Это не начальный этап, но вы уже вступили и немножко прошлись по этому пути. Так, и мы с вами переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку. Смотрим троечки, да, что я могу сделать для себя в этом воплощении. Вот интересно, когда не выбыли великие органы, да, как говорится о том, что вы можете. Мы посмотрим, конечно же, что вы ожидали, но у меня такое чувство, что как потенциал, да, как основа, база, которая вам далась, дана была в этом воплощении, она не такая большая. Да, то есть здесь не выпали великие органы, даже и цифровые органы маленькие, то есть двойка педагли, тройка кубков и рыцарь жезлов. То есть как потенциал не такой большой был вам дан изначально. Что вы могли сделать, да, здесь? Ну, во-первых, получать небольшие какие-то результаты, уметь просто наслаждаться жизнью. Что вы можете? Вы можете радоваться, вы можете двигаться, то есть вас могут рождать, вперед, у вас могут рождаться какие-то идеи очень яркие, да, у вас появляется запал, но вы очень быстро выгораете, то есть у вас нету постоянства. Вам все время хочется просто куда-то двигаться, двигаться вперед. Вот я не вижу, чтобы были какие-то цели поставлены, да, того, что вы хотели бы достигнуть. Здесь по двойке педагли какая-то вот неуверенность присутствует, да. Единственное, что вы можете сделать, это обрести какой-то баланс, да, уметь маневрировать в разных всевозможных ситуациях, знаете, как будто бы вот мыльный пузырь, да, как защита. И вот этот вот мыльный пузырь, иногда есть такие игры, да, эти шары воздушные, заходишь в них, да, и вот они как-то тебя по направлению, да, даже если двигаться вперед, то есть все, что будет к тебе прикасаться, оно будет отходить, да, как некая такая защита. Вот вы можете маневрировать и двигаться по жизни в таком направлении. Достаточно, я не могу сказать, что вы так много это и умеете. Почему? Потому что присутствует во всем какая-то неуверенность. А если и появляется уверенность, да, то ненадолго, она очень быстро у вас выгорает. Но вы достаточно храбрый человек, вы можете защищать других людей, вы можете радоваться вместе с другими людьми, вы умеете радоваться, да, вы умеете, знаете, как будто бы вот, не то чтобы душа компании, а вы можете быть, находиться в компании, да, как член какой-то команды. То есть вы не тот человек, который будете завидовать, да, либо как-то вот обижаться. Вам нравится компания, вам нравится общение. Давайте я все-таки уточню, потому что как потенциала это очень мало. Того, что вы умеете. Вот я просто уточню двойку Пендакли, о чем она говорит. Вот туз как раз-таки, да. Вот вы не уверены как раз-таки в том, что в вашей жизни могут появиться шансы. Либо вы их не можете находить, либо вы их не замечаете, либо вы в это и как-то не очень верите. Почему? Потому что присутствует вот какая-то некая суета. Либо вас болтает туда-сюда на качелях, и вы как-то вот не можете для себя выровнять ситуацию. Либо есть деньги, либо наоборот полное их отсутствие. Вот здесь финансовый аспект, да, очень важен. Вы как будто бы не умеете замечать его. А здесь что? Здесь вот колесница. Вы такой человек, который умеет двигаться по жизни и именно, знаете, как вот радоваться жизни, наслаждаться. Вот все вам хочется. Везде хотите засунуть, как говорится, свой нос, да. Но не с плохой точки зрения любопытства, а с хорошей точки зрения. То есть везде все я хочу попробовать, везде я хочу побывать, везде все хочу узнать. Здесь вот постоянное какое-то движение, движение, да. И по рыцарю Жезлову здесь тоже нам говорит о неком таком движении вперед, обогненности. Здесь вот то, знаете, что вы можете сделать в этом воплощении? Обуздать не двойственность, а понять, знаете, как-то вот какой-то, здесь даже не про баланс, а здесь вот умение, если вы встаете на доску, например, серфера на волне, то есть умеете поймать эту волну и не спрыгнуть с нее, не упасть с этой волны. Потому что Колесничий, он все-таки управляет двумя сфинксами. Сфинкс у нас загадывает загадки, да. И если мы разгадываем эти загадки, то мы можем продлить свою жизнь, да. В противоположном случае сфинкс, он убивал каждого жителя, кто не мог разгадать загадку. Таким образом, он не мог попасть в Сиву, в город. Так вот, здесь вот Колесничий, он как раз-таки умеет, он понимает двойственность этого мира, и он умеет находить в плюсах, в минусы, а в минус плюсы. И умеет этим пользоваться очень хорошо. То есть это повелитель такого, так скажем, материального плана, да, когда человек уже постиг именно двойственный мир. И у вас очень много двойственности выходит, очень много неуверенностей из-за этого. Здесь такое ощущение, как будто бы вам нужно научиться концентрироваться на радости, даже так может быть, да. Не то, что вы даже умеете, а вам, скорее всего, вы не умеете расслабляться. И вот вам нужно научиться расслабляться. Что здесь? То есть перемены. Перемены. В принципе, вы достаточно такой легкий человек на подъем, да, на любые перемены. Вы всегда готовы, невзирая на свой прошлый опыт, да, вы не огорчаетесь. Вот вы позитивный, вы такие, знаете, храбрые, мужественные люди, да. То есть не важно, что было в прошлом, завтра всегда будет лучше. Вот вы в это верите, вы по крайней мере к этому идете, к этому стремитесь. Вы всегда смотрите только вперед. И вот здесь вот постоянное движение, независимо. Такое чувство, что вот если вы остановите, да, это вот остановка движения для вас приравнивается смертью. То есть пока вы движете, вы живете. Обычно мы вам говорим, пока человек дышит, он живет. А вот в вашем случае, пока вы движетесь, да, продвигаетесь, чем-то занимаетесь, у вас есть эта активность, вы живете. Поэтому в этом воплощении вы можете создавать свои перемены, изменения, да, отрубать прошлое, то, что вам не нужно. Вы можете выбирать наилучшее для себя. У вас есть эти знания, да, то есть выбирать и пользоваться только самым лучшим. Не важно в какой это сфере, с чем это связано, да, все самое лучшее. По ощущению, что вот у вас есть чуйка на, допустим, если есть где-то, вам нужно выбрать одежду, да, вы пойдете в самый лучший магазин. Вы знаете, где что найти. Причем хорошее, качественное. Я не имею в виду про дорогое, а вот именно самое лучшее для вас, самое такое важное, актуальное, ценные, значимое. Вот. И что вы можете? Вы можете постоянно двигаться. Невзирая ни на что, ни на какой опыт вас ничего не может остановить. Вы все равно встанете. Есть такое ощущение, что вы намного чаще встаете, нежели падаете. То есть обычно все приравнивается, сколько раз упадешь, сколько раз встанешь, да, важно встать. А у вас есть такое ощущение, что больше акцент мы делаем на то, что мы встали, что мы преодолели, что мы смогли. Вот прям такое вот мужество, мужество, прям храбрость, какие-то вот чувства, да, как спортивного духа какого-то. Но при этом здесь у меня такое ощущение, что человек с комплексами, человек неуверенный в себе, сомневающийся в себе, не показываете это и как раз-таки носите маску такого, знаете, позитивного, доброго человека. В принципе, вы являетесь, но вы вот именно за этим плюсом скрываете какую-то вот свою неуверенность, чувство своей какой-то вот несостоятельности, да. Причем несостоятельность финансовая. Хорошо, что вы ожидали от себя, прежде чем воплотились? Так. Хорошо, что вы ожидали от себя, прежде чем воплотились. Так. Абсолютное бесстрашие. Вот смотрите, как абсолютное бесстрашие, оно выпадает как раз-таки на вашу неуверенность, на суету, на какое-то, знаете, на какое-то вот бессмысленное и какие-то действия, постоянное. Постоянное причем. Одна карта или две? Одна. Одна. Она плотная и такие. И здесь как раз-таки, что вы ожидали от себя, вот именно вот эта вот храбрость, да, только она не выпадает вот сюда, на движение, а именно на суету. То есть вы от себя отжидали, что вы будете отбрасывать любую неуверенность. То есть у вас как будто бы хватит этой силы в себе преодолеть. Было такое ощущение, чувство, что вы с этим справитесь. Что вам как будто бы море покоряло. В конечном итоге, да, здесь на карте нарисовано человек, вокруг которого сидит лев и несколько, лев-левица и тигр. То есть как олицетворение очень, очень мощных, сильных и диких животных. У кого здесь шея болит? У кого у вас такое ощущение, что вот кто-то сел на вашу шею, ножки свист, да, вот тащите, тащите все на себе. У кого-то здесь проблема, прямо вот точно шея, прямо аж почувствовал, так неприятно, и голова наша разболелась. Знаете, у кого-то может быть здесь защемление какое-то, приток энергии нет, да? Может быть мышцу потянули. Может быть, знаете, вот как мы говорим, как она называется, когда неправильно спишь, и вот заклинило шею, и ты не можешь повернуть. Вот у кого-то такое тоже есть. Гибкости не хватает на психозоматике, поэтому такое случилось. Понервничали очень сильно с кем-то, может быть, поругались, переживали, и вот заклинило вас. Так вот, что касается вашего ожидания, у вас было ожидание того, что вам будет вот прям море по колено, что у вас будет полное отсутствие страха, да, что вы будете настолько верить в себя, вот прямо хочется сказать, вот как по Аркану Шуту, да, полное доверие себе, полное доверие миру, и вот это вот бесстрашие, что я со всем справлюсь, у меня все получится, вот у вас было ожидание, но вы пока этот урок не прошли, сейчас мы еще посмотрим, но пока вы к этому не пришли, у меня такое чувство, что вам еще пока далеко, вы только к этому придете, потому что очень много неуверенности. Что касается дальнейшего вообще вашего продвижения по жизни и умения радоваться, да, жизни, то здесь, что вы ожидали от себя, сложности с друзьями, да, то есть вы чувствовали, что у вас будут какие-то проблемы, вам сложно будет, может быть, как-то общаться с людьми, может быть, находить себе каких-то друзей, здесь такое ощущение, что вот именно в вашем случае, если это личные отношения взять, да, то вы прорабатываете какие-то треугольники, вот именно в вашем случае. Но всегда, если это не треугольники, всегда будут вмешиваться, допустим, в вашу жизнь, ну, в вашу дружбу с кем-то, третий человек, да, либо какие-то третьи факторы, то есть сложности будут связаны с этим. У меня здесь свет отсюда пьет и мне отсвечивает. Да, здесь какие-то ссоры, конфликты, были ожидания, здесь такое ощущение, что вот у вас уроки, уроки непосредственно связаны с соседями, уроки связаны с друзьями, уроки связаны с какой-то группой людей, сложно будет договориться, они не будут принимать вас, как главного, да, как-то, знаете, может быть, даже и зависть какая-то присутствует, да, в контексте того, что вы сильнее, вы способнее, вы более подвижны, вы энергичны, то есть здесь вот могут быть недопонимания, сложности, и вот то, что я сказала, мало в личной жизни, да, могут быть предательства, либо кто-то из вас может создавать отношения, например, с друзьями, то есть мы были друзья, а потом переросло в какое-то вот любовное отношение, и потом после этого разорвалось, и вы потеряли и друга, и подругу, и в то же время и любимого человека, то есть вот здесь вот у вас уроки непосредственно связаны с друзьями, с друзьями и близкими людьми, вот все, что входит в троицу, это ваш урок. Дальше, мы сказали, да, перевернутые, здесь у меня была карта, которая называется «Проблемный взгляд на мир», и у меня такое вот как раз-таки ощущение, как будто бы это аркан повешенный, да, что вот именно на вашу храбрость, на ваше бесконечное движение, порождение вот этих вот идей, и неумение их реализовать, вот желание постоянно что-то менять, как-то двигаться. Дальше здесь вот какой-то вот у вас урок, вы как будто бы смотрите на мир не под тем углом, да, я бы так сказала, не под тем ракурсом, то есть у вас вот ожидание того, что вы это проработаете. Здесь вот как будто бы повешенный, да, вот, но не так вы смотрите, что здесь имеется в виду. Ну, давайте я уточню, как не так вы смотрите, то есть вверх ногами вы смотрите, либо что, либо вам надо посмотреть, либо розовые очки носите, вот что-то здесь, о чем здесь речь идет, что не так вы смотрите. Переживаете, волнуетесь. А, вы смотрите на мир через призму эмоций, через призму как-то вот чувствования. Очень много переживаний, волнений. Вы как будто бы знаете, что-то делаете для других, ощущение того, что вот вам не хватает внутреннего удовлетворения для себя, что вот вы все время как-то все делаете для других, а не для себя. Как будто бы нету наполнения вашего эмоционального. Да, так, оценка. Знаете, здесь чувство такое, что если вас что-то не устраивает, вас что-то не удовлетворяет, вы принимаете решение сразу это отрезать, отрубить и пойти в новое. То есть вам легче, вместо того, чтобы поработать с этим, да, как-то, вам легче это отрезать. Вам легче пойти в новое, либо заново что-то начать. Вот у меня такое ощущение, что вы как будто бы убегаете. Отчего вы здесь убегаете? Вот сказал убегаете, выпадает восьмерка кубков. Что-то оставляете, даже что-то очень важное, очень ценное для себя. И идете в пятерку пентаклей. Вот вы как будто бы здесь какой-то урок не прорабатываете. Вот с этим это и связано, как раз и то, что вы не так, как будто бы не видите. Не видите. Почему? Потому что вот здесь как-то вот кажется, вот этот вот столбец пересекается вот с этим столбцом. То есть здесь мы говорили, возможно о неумении взаимоотношений, выстраивания с друзьями, в команде. Вот здесь какие-то треугольники. И здесь вместо того, чтобы вынести какой-то вот урок от этих треугольных отношений, вы как будто бы отрезаете и идете дальше. А что нужно здесь делать? А здесь императрица. Здесь нужно вести себя как императрица. Во-первых, делать выбор правильный. Правильный выбор. Какой выбор делаете вы? Вы изначально? А какой выбор делаете вы? Ну, вы делаете правильный выбор, в принципе. Да, вы делаете. Так в чем здесь подвох? Что-то я не поняла, в чем здесь подвох. А, все, я поняла. Вы не доводите до конца дела. Вы не доводите до конца дела, вам постоянно хочется чего-то нового. И вот здесь вот как раз-ки ваша незрелость-то и выходит. Ваше детское отношение, взгляд на мир. Вот он, детский. То есть такое, знаете, как вот вы выходите на поле, и вам нужно собрать букет цветов. И вы видите поле, а на нем очень много цветов. Вам говорят, единственное условие, что вот вы должны идти вот по одной грядке, да, и вот какие-то цветы соберете, а потом вы будете из них букет собирать. А вы нет, вы вышли на поле, у вас глаза разбежались, и вот вы и начали. Вы побежали туда за одним цветком, потом побежали за другим туда. И вот вы все время вот так вот бегаете туда-сюда за разными цветками. Конечно же, в конечном итоге вы соберете букет. Ну, сколько сил вы потратили? Вам нужно было те же самые цветы, они есть на одной грядке, но вы не видите. Вот это вот движение, то, что вы бегаете, перепрыгиваете туда-сюда, туда-сюда, вы тратите очень много энергии. Здесь вот в чем причина. Вот. А вам надо быть, знаете, как императрица. Вот вы императрица, кажется, она пересекается вот здесь вот с неуверенностью, да, потому что императрица, наоборот, это тот архетип женщины, которая уверена, которая считает, что зачем я куда-то буду бегать, да, я достойна того, чтобы мне принесли и бросили к моим ногам. А я еще потом подумаю, принять это или нет. У нас здесь вот такая состоятельность, что, ну, я не совершаю лишние действия, да, почему? Потому что я четко знаю, я понимаю, что я хочу, чего я достойна, и я с гордостью, прямо так вот, с поднятой головой, с уверенностью несу себя, как говорится, по жизни, да, нахожусь в движении. Вот здесь вот это вот просто, поэтому у вас и идет вот это разочарование от того, что не доводите до конца. Вот в этом связано. Знаете, вот и в отношениях, так может быть, да, может быть, не даете даже шанс высказать человека, допустим, увидели что-то, как это, фильм их обычно показывает, да, дорогая, это не то, что ты подумала. Вот, вот мне такое ощущение, что в вашем случае иногда бывает действительно так, что это не то, что ты подумала, да, но не был дан шанс как-то вот другу, либо знакомому, либо человеку, да, вот высказаться. Все, отрезали, отрубили и пошли дальше. И потом начали переживать по поводу того, почему у меня ничего не складывается. То есть, вот вы как будто бы отрезаете и все, а нужно вот как-то вот как будто бы разобраться в этой ситуации, сделать какие-то выводы, и тогда она не будет повторяться, а вы ее не доводите до конца. Вот здесь ощущение того, что вы не доводите до конца. Вот здесь вот по бесстрашию, что вот я сказала бесстрашие, выпала шестерка жезла, да, вот здесь вы должны стать победителем по жизни, над самим собой, над своими собственными неуверенностями, а проблемы и сложности с друзьями здесь связаны, с чем? Вот у вас сценарий. Вот ваши, да, сценарии развития непосредственно в общении, знаете, я другое имел в виду, а понял совсем другое. Очень такая ранимая вы персона, такая чувствительная, которая скрывается, вот то, что я и сказала, скрывается вот за маской вот этого вот сильного, мужественного, храброго человека, воина какого-то. А внутри своей вы достаточно чувствительный, ранимый, очень нежный такой человечек. Вот. Я не вижу, чтобы здесь была преданность, мне здесь скорее предательство, здесь скорее всего просто какое-то недопонимание, какой-то сценарий идет непосредственно связанный с друзьями. здесь много сценариев могут быть, ну, развитие, я имею в виду, этих сценариев, вам уже виднее. Это то, что вы ожидали от себя. А что удалось вам реализовать? Ну, то есть, из этих ожиданий проработали вы или нет? Давайте мы посмотрим, проработали вы здесь вот эту вот свою неуверенность. Ну, вот и выпал повешенный, как я и сказала. Нет, вы не проработали, вы все равно как-то зависаете в каких-то моментах, и это не дает вам дальнейшего продвижения. Вот вы как бы все время как будто бы ждете тот момент, когда ситуация как-то развернется, и вы будете смотреть на вещи иначе. Вы осознанно вроде бы себя подвешиваете для того, чтобы что-то подумать. Здесь вот ощущение того, что вроде бы вы осознаете, понимаете, да, а движения как такового дальше нету. С чем это связано? Сказать, что вот вы не понимаете, нет, здесь нет такого. Вы все понимаете, вы все знаете. Но нет, вот трудность, да, я спрашиваю, с чем это связано? С трудностью, да, с какой-то вот закалкой. Вас как будто бы обучает быть больше решительными. Вот вам не хватает решимости, да, если есть такое слово, да, вот вам не хватает решимости. вот пока вы внутри для себя не решите вы будете вот в этих качелях туда-сюда туда-сюда и уверенно неуверенно хочу не хочу надо не надо да вот так вот катаетесь туда-сюда туда-сюда и накручиваете себя и в принципе ничего не делаете на шаг вперед 2 назад шаг вперед и вот вот это вот все вам самим сложно вам самим это трудно и решение здесь только придет тогда когда вы научитесь быть решительными вот как вы на убываете решительными с другими людьми на когда все отрезала и до свидания больше я с тобой не общаюсь и ты это сам удалила тебя из списка контактов точно так же нужно быть по отношению к своей какой-то неуверенностью до к своих своим каким-то страхом касательно шансов и материального плана одессе что-то такое принять вот вскрыть 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 вскрывать постоянно не уверенной свою неуверенность хорошо вот здесь вот касательно дружбы что удалось вам здесь реализовать ваше ожидание или нет да здесь тоже мне такое ощущение что вот вы в руках пока находитесь здесь касательно а дружбы вы еще вы еще боретесь знаете здесь такое ощущение что вы хотите быть правым вот чувство справедливости которая выпала вот здесь справедливость арка справедливости он говорит о том что вот вам все время хочется доказать свою правоту а мне хочется вам сказать что вот иногда возникает вопрос вы хотите быть правыми либо вы хотите дружить потому что общение иногда но но не всегда нужно уступить потому что здесь вот ваша правота какой ценой она вам достается здесь вот прям и предательство есть и и ссоры и конфликты и болезненные высказывания и агрессия и прям жесткость если мы говорим о профессиональной сфере здесь могут быть наговоры на вас да здесь могут быть разрушения каких-то договоренности здесь вас могут лишать допустим премий и так далее так далее это все должно завершиться страшно очень много страх вам работать со страхами надо потому что изначально потенциал он не такой большой да то есть нету великих арканов на что можно опереться но с другой стороны мне кажется что и уроки они если изначально не было дано так много до вам то и уроки вы сможете легче пройти потому что требований и ожиданий от вас в принципе это не так много да то есть быть бесстрашным что в принципе у вас есть только бесстрашие не по отношению к другим а по отношению к самому себе к своим собственным страхом здесь страшно здесь очень много себя накручиваете том что вот вы не получите что у вас не получится что вы не сможете договориться в 10 коммуникация прямо играет огромная огромная роль а вот здесь вот этот вот столбец касательно перемен и то и того неправильного взгляда на мир который вас присутствует да удалось ли здесь вот правильно смотреть на вещи нет вы входите в иллюзии вы верите в то что вы хотите вы даете желаемое за действительное причем знаете долгое время здесь такое ощущение что даже хоть и королева мечи она достаточно прорицательная она видит ситуацию вы как будто бы знаете сами себе закрываете глаза на какие-то вещи и очень долгое время терпите для того чтобы посмотреть допустим как долго меня этот человек будет обманывать то есть вы кого-то бы позволяете позволяете очень долгое время очень долгий период почему почему а потому что вы через это как-то учитесь так это вам помогает это вам помогает стать более как-то целостным человеком что ли а потом знаете берете и отсекаете вот как-то вот да становитесь холодными жесткими вот я не могу понять вашу модель поясню что именно я имею ввиду то есть вы смотрите на ситуацию да и вместо того чтобы на корне ну то есть при зарождении этой ситуации да прояснить здесь королева жезла попадает как раз таки чтобы прояснить эту ситуацию и все время что-то умалчиваете что-то не договариваете да где-то может быть все терпите придумываете даете большую ценность человеку чем-либо ситуации чем она есть то есть как-то вот человека ставите либо ситуацию на предистал чуть выше себя да хотя не должно и вы это изначально видите что это человеку не такой-то ситуация она не такая вы придаете много сливаете туда в нее энергию терпите знаете вот как будто вот кто-то у кого-то на работе допустим да там бухгалтер почему-то мне вышел да и кто-то вот подворовывает а вы это ваша фирма и вы знаете здесь вот такое ощущение что вы как будто бы полагаетесь на совесть другого человека то есть насколько времени вот как будто вы себе говорить вот мне интересно вот сколько времени ты будешь меня обманывать а потом какой-то момент берете и отрубаете и человека не понимает да то есть и он тоже урок свой не пройдет потому что надо мне сказать тогда когда вы это заметили они оставлять это вот долгое время вот у вас вот это вот в минусе вы оставляете очень долго вещей вещи чтобы происходили если это отношение допустим и вы ну человек один раз вас обманул либо прелом вы простили вот этого не нужно сделать а вы как будто бы знаете надеетесь вот именно на лучшее в этом человеке и терпите терпите а он ну то есть один раз совершил он совершит этот поступок и второй и третий вы как будто будут закрываете постоянно глаза потом вам уже надоедает вы отрезаете и и вам плохо и другому человеку не потому что вы его отрезали а потому что вы не отрезали тогда когда он впервые переступил ваши границы ваши рамки вы не объяснили человеку да тогда когда нужно было ну и допустим вот что понятно было да что я говорю видите что ребенок допустим там подросток закурил надо сразу в первый раз мы сказать что нет этого делать не надо и объясни а вы как будто бы разрешаете то есть наблюдаете наблюдаете а потом когда уже человек втянулся уже допустим год-два вы его короче остановите гордине ну то есть это здоровью уменьшает что ты куришь и не надо бросаю как бросать то есть только время курятами ничего не будет часто говоришь ну то есть как будто бы неуместно вот здесь вот это вот момент такой идет у меня такое ощущение что вы эти уроки вы находитесь процессе до в процессе того вы еще их они не не усвоили что он поможет я в тех позициях не спрашивала прошу что он даже может усвоить ваши уроки найти внутри себя баланс вот прям выпало двойка мечей до внутренние перемирия и королева пендакли найти внутреннюю стабильность да вот примирить себя и наполнить под узлу кубков наполнится наполнится эмоционально чувство как будто бы вы мне поэтому раскладу ощущение что вы потеряли как будто бы свой путь вы потеряли то есть изначально вы когда-то знали куда вы идете к чему вы стремитесь а сейчас мы запутались сейчас вот во всех этих уроках вы как будто бы у меня вот такое вот ощущение что я не могу увидеть структуру я не могу увидеть вот прозрачность до того что делать вроде бы пока рассказывала я помнила да эти уроки а сейчас вот вроде бы расклад завершён я даже не помню вот как-то подытожить и сказать что вот это вот это надо вот у вас такое какое-то ощущение здесь не хватает внутреннего перемирия внутри себя здесь вам внутреннюю работу нужно проводить до закрыться уединиться пересмотреть вот у вас один из уроков это вот то что вы долго все тянете время время с одной стороны вы достаточно скоростной такой человек до движения а с другой стороны в каких-то моментах вы зависаете где-то опасаетесь очень много все просчитываете высчитываете выстраиваете там планы прописываете все и по факту ничего и не делаете на хитрите здесь вот хитрость какой-то самообман не идете в новое вот десятка пиндакли вот она наконец-таки выпало вот смотрите мы начинали вот здесь вот когда я говорил о неуверенности с чем связано с тем что вы не умеете видеть шансы и вот здесь вот десятки мы и пришли то есть вы хитрите вы сами себя обманываете тем что вот вы не делаете зависаете очень много терпите очень много позволяете другим людям вот фокус внимания не на то что нужно приоритеты неправильно выстроены да и цели не те не туда смотрите вот здесь такое ощущение что не туда смотрите опять тройка опять ничего не поняла если вам понятно пишите мне в комментариях необычно я благодарна вам за ваши комментарии обычно троечки пишу да то есть мне мне понятно я знаю что вам понятно даже ваша ситуация не моя но по раскладу у меня такое общее ощущение что что-то все запутано хотя раньше была такая вот прям структура у троек все было понятно все было известно ясно куда я иду что дело отесь как будто бы какая-то вот путаница появилась я не знаю чем это связано на данном этапе такая у нас была троечка я еще раз благодарю татьяну сидору за идею к этому раскладу очень надеюсь что он вам понравился пишите свои комментарии ставьте лайки если вы новый подписчик не забывайте нажимать на колокольчик чтобы приходило к вам оповещение и хотела сказать такую ремарочку я не знаю мне уже не один человек пишет о том что я пишу или не я пишу или не комментарии а а он не не высвечивается я не знаю с чем это связано я не удаляю ни один комментарий как я дала себе слово до за рука что даже если это будет негативный комментарий я их не буду удалять не вот так и позитивные конечно же ваши я не удаляю я не знаю с чем это связано скорее всего что-то там youtube мутит вот поэтому на всякий случай ставьте нажимайте на колокольчик чтобы получать оповещение потому что возможно вам и не будет высвечиваться новые расклады а я с вами прощаюсь до новой недели пока пока